всем привет хотел показать как пользоваться приложением сина трек про да вот сейчас я авторизуюсь и покажу что то есть внутри как это все у нас работает вот заходим тут сразу не отображаются объект которые у меня есть тут можно следить то есть по объектам то есть выбираешь какой объект тебе нужно и что ты можешь делать тут есть вот у меня выбран объект тут есть вот кнопочка позиция кнопочку воспроизвести вот воспроизвести это типа трек да где он стоит но у меня машина стоит на одном месте поэтому она у меня никак не отображается до типа вот она у меня стоящий на одном месте она у меня как бы есть так стоит на на месте никуда не движется дается нажать play он просто блеснет и все есть устройство да это вот устройство которое у меня в сети тут пользователи, какие есть устройства, какие в сети, какие не в сети. Вот выбираем устройство. Есть мои функции, то есть управление устройствами, управление пользователями, то есть система, язык, настройки карты. Есть настройки больше, это вот по устройству, есть по мониторингу, вот отсчеты есть, да. Тут можно добавить какие-то параметры, да, то есть в информации по объекту, то есть это связь, скорость пробега, состояние устройства, да. Тут есть датчики, которые под холодильник, под шину. Ну, конечно, на этом трекере нету, но есть тот трекер, который может смотреть. То есть, у Синатрека есть трекер СОБД, и можно смотреть именно данные по машинке СОБД. Даже есть камеры и есть чтение AirFit меток. Даже такое есть. Вот отчеты, да, можно строить отчеты о поездке, о парке, отчеты о пробеге, отчеты о топливе, отчеты о температуре можно строить. Это набор. Это поезд устройства голосовой мониторинг. Есть установить номер СОС, установить номер администратора, есть чувствительность. То есть, это режим энергосбережения можно установить, автоматическое включение, выключение питания, принудительное выключение. То есть, по версии устройства временного интервала можно запросить, то есть, общение с устройством. Будильники, послать текст, вот отправить смс-ку, если вы внесли эти данные, перезагрузить устройство, сбору с козловодским настройком есть. Также вот есть другие, вот контроль дверей, контрольные устройства, контроль защиты. То есть, все это можно сделать тут настрой. Есть режим тревога, есть, можно установить режим забор. Режим забор это геозоны. Геозоны, к сожалению, тут только круглые, они очень ограниченного момента. Плюс есть значок устройства, можно поменять информацию, найти, то есть, по каким-то искать, по всем трекерам. Информация об устройстве, это которое занесено в устройстве, есть рекордер, это то есть, записать аудио, которое там с микрофона. Не все, кстати, оборудованы микрофоном. Есть вот мера, да, то есть, можно посмотреть расстояние, где как находится вода. То есть, есть у меня вот снизу, справа, это сколько-то, то есть, в метр получается, да, разрешение, да, чтобы можно было посмотреть, то есть, где примерно как машинка отбивается. вот тут есть настройки, вот отсюда есть, да, можно выбрать с меню, вот тут отчеты есть с меню, есть вот на общие настройки, да, есть вот еще какие-то вот точки, чтобы посмотреть, отбивалось, приблизить, удалить карту, то есть, геопозиционирование, карта довольно удобная, интерактированная, прогружается, хорошо работает. То есть, в зависимости от функционала, довольно интересно получается, плюс недорого. Вот он показывает, так работает. Есть вот карту, можно переключиться в режим спутника, чтобы было удобно смотреть. К сожалению, интернет у меня не самый высокоскоростной, поэтому некоторое время обрабатывается, подкружается камера, точнее, карта, и можно будет потом, получается, по факту, там, например, зайти, чтобы быстрее она отображалась, работала, взять и зайти потом просто с компьютера, и с компьютера при стационарном интернете это будет все работать гораздо больше. быстрее, точнее. Ну, вот она отгрузилась, карта, да, вместе с маршрутами. Как-то вот так вот работает, да, довольно интересно, хорошее решение. нужно использовать для каких-то решений в бизнесе. Единственное, что тут не настроишь никаких уведомлений, не посмотришь что-то такое очень интересное, поэтому это в основном, чтобы видеть точку, да, и в случае чего, чтобы можно было заблокировать машину. Это больше вот в таких планах. Уведомлений, к сожалению, тут нет, настроить их невозможно, либо я еще не нашел, как настроить уведомление. То есть, хотя бы на почту электронную можно было бы настроить уведомление, было бы вообще очень круто. К сожалению, пока такого я тут не нашел. Поговорю всех за внимание. Всем удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok